Видите, в какой он правильной нашивке. Так что мы тебя ждем на Егоре. Кайф! Ну а сейчас дебютант RDS GP и, конечно, не новичок в дрифте, несмотря на юный возраст. Финалист интерконтинентального кубка по дрифту, который до конца сезона будет выступать за iMall Racing. Николас Бертонс из Риги и его E36 Dogfighter. Автомобиль с 2017 года, на который выступает Николас Бертонс. Постановка и он отработал первую внешнюю. Кстати, очень стабильные проезды были в основании Николаса во время тренировок. Мы смотрели там затаив дыхание просто на графике системы Drip Dynamics. А Бертонс уже тем временем в третий внешний хороший угол. Посмотрим, что скажет Александр Сиверц. А Бертонс тем временем заканчивает первую попытку. Николас Бертонс с iMall Racing против Ильи Полищука из BY Motorsport. И... Ой-ой-ой, сейчас будет больно. И больно. Он был. Мануни спасатели. Тут так. Тойоти GT 86 Ильи Полищука. Ник-наку нужно доезжать до финиша обязательно. Он лидером выступает у нас в этом заезде. На ваших экранах Николас Бертонс, представляющий команду iMall Racing, будет преследовать Григория Гусева в начале этой дуэли. И сейчас посмотрим, сможет ли Григорий Гусев свой темп продемонстрировать и оторваться от Николаса на постановке. Есть зазор, но не очень большой. Бертонс преследует. Чейзер. Гусев дотягивается до второй внешней. Перекладка есть. Точный был один из действий. Ник-нак очень близко. Переложились. Третья внешняя чуть более внутреннюю траекторию занимает 36-я боевой. И какой точный расчет этому парню. Правда, 16? 16. И поехали. Вплотную разгоняется Гусев и не получается. Синхронная постановка уходит. Чейзер на более внутреннюю траекторию. Бертонс отрывается по дороге, которую внешне нужно догонять и перекладываться синхронно. И не получается это у Григория Гусева. Бертонс тем временем улетает просто в светлую даль. Дымную от соперника не справляется Григорий Гусев с темпом Рижанина. Масата Кавабат, команда Форвард Авто. Ниссан 180SX. И против него Никлас Бертонс. Е36-я с В8 под капотом. Самый юный участник РДС-GP. Победитель Интерконтинентального кубка Кавабата против финалиста Интерконтинентального кубка. В данном случае образца 2021 года. В любом случае неплохой дебют РДС-GP уже получился у Никласа Бертонса. И он в роли лидера. Начинает дуэль с Масата Кавабата. Есть первая внешняя клиппинг-зона. Аккуратно подобрав угол. Виртуозно Никтак отработал второй внешнюю. Кавабата не отстает. Перекладка. И теперь к третьей внешней им предстоит проделать совсем небольшое расстояние. И снова переложились. Кавабата чуть запаздывает с перекладками. Но в целом очень все близко. То есть боевой режим. Чуть тяжелее автомобиль Кавабаты. 1280 килограммов он был. Кавабата едва не отправляется туда к бетону. Бешеное просто вращение баранкой. Там хорошо перчаток светлый. Видно было. Все эти усилия, которые предпринял Масат Кавабата. Бертонс не отстает. Третья внешняя, позади перекладка. Последняя точка. Чуть пейше угол Е36. Но чуть близко. Поехали. Финал. Четвертого этапа РДСЖП 20-21. Николас Бертонсаймол Рейсинг и Аркадий Цареграца. Фейл Крю Дарксайд. Бертонс был десятым в квалификации. Аркадий Петрович занял пятое место по итогам первых специальных заездов. И таким образом он в роли лидера начинает эту дуэль. Они разгоняются. Поехали. Первое. Внешнее чуть внутрь смещается. Николас Бертонс рогает колесиком белую линию. Даже пространство за ней преследует Аркадий Цареграцова. Первая перекладка. Есть Таченкова. Один близко. Как? И на предельно малой дистанции исполняет вторую перекладку Бертонс. Отработали ОЗ-3. Последняя клиппинг-зона Таченкова. Зеленый сигнал. Перед самым финишем. Ну что ж это такое-то, а? Там страшнее. Ну там же ты и разогнался. Угол поставил. Там же коробка, ну типа, такая маленькая. Но большая. Понял, да? Ну я же прикатаюсь на таких и потом там все. Понял? Понял? Все. Нью-генератор.